Вопрос. Можно ли в определении начала и окончания месяца опираться на расчеты астрономических обсерваторий? Можно ли мусульманину для видения полумесяца использовать современные технологии? Или необходимо увидеть полумесяц невооруженным глазом? Ответ. Хвала Аллаху. Вся хвала Аллаху. По шариату начало лунного месяца определяется тем, чтобы люди увидели полумесяц. Это должны быть надежные в исповедании религии люди. Также они должны прекрасно видеть. Если подобные люди увидели новый полумесяц, мы обязаны поступать соответственно этому. Начинать поститься, если это полумесяц месяца Рамадан, или прекращать пост, если это начало месяца Шаваль. Нельзя опираться на расчет астрономических обсерваторий, если они не видят полумесяц. Если же они видят полумесяц, пусть даже через метод расчетов астрономических обсерваторий, то это принимается. Так как пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, когда увидите его, то есть полумесяц, начинайте поститься, и когда увидите его, прекращайте поститься. Что же касается расчетов, то на них нельзя опираться и поступать в соответствии с ними. Что же касается использования приближающего телескопа в наблюдении за полумесяцем, то в этом нет ничего плохого. Но это не обязательно, так как очевидно и сунны, что люди опирались на видение полумесяца невооруженным глазом. Но если кто-то из надежных людей увидел полумесяц с помощью телескопа, то это принимается. В древние времена люди также использовали этот прибор, поднимались на минареты в 30-ую ночь месяца Шабан и 30-ую ночь месяца Рамадан, и видели полумесяц с помощью телескопа. В любом случае, каким бы способом не утвердилось видение полумесяца, мы должны поступать соответственно этому видению. Так как пророк сказал, когда увидите его, то есть полумесяц, начинайте поститься, и когда увидите его, прекращайте поститься. Досточтимый шейх Мухаммад ибн Усеймин. Фатава уляна ильбалиди-ль-Харам. Страницы 192 и 193. Также мы приводили мнение постоянного комитета по научным исследованиям и фетвам в вопросе под номером 1245. Там было сказано, для видения полумесяца разрешено использовать приборы наблюдения. Не разрешается в определении начала и конца месяца Рамадан опираться на астрономические расчеты. Фатава ля-джинедаима. Том 9, страница 99. И так становится понятно, что ошибается тот, кто утверждает, что ученые запрещают использование современных приборов для наблюдения за полумесяцем, и обязывают, чтобы видение было лишь невооруженным глазом. Просим Всевышнего Аллаха показать нам истину истиной и наделить наследованием ей, и показать нам ложь ложью и отдалить нас от нее. Сделать для нас истину явной, чтобы мы не заблудились, и сделать нас образцом для богобоязненных, а Всевышнему Аллаху ведомо лучше. Продолжение следует...